В 1991 году милиция значительно не зависела от городских и районных полистей. Так сложилось, что меня избавили председателем Чехнового Совета в 1990 году при советской власти. Я там был единственным избранным нечленом амунистической партии. И милиция подчинялась районным властям. И такие вопросы вот такого типа мешались обязательно, потому что начальник милиции понимал, что его выгонят из полков. А затем в 1992 году она была ликвидирована. Милиция работает отдельно. И мало того, в значительной мере милиция коррумпировала. Можно сказать, и она работает вместе со сквозьтанчиками на кончике в руках оборудов. И поэтому вот то самое парнирное создавало в городе колоссальные проблемы. Ну, меры принимались. Понимались, дожимали милицию, включали Министерство внутренних дел, то есть присылали в командировку неизвестных им милиционеров, которые активно занимались этой работой. То есть это все делалось. Но это все компонентщины. На самом деле пока что это никак не изжито. И фалерма в Одессе продолжает функционировать. Надо признать, что это все имеет место быть. И проблема наркотиков вообще болезнен. Продолжение следует...